Доброе утро, уважаемые телезрители! Сегодня мы продолжаем нашу тему, тема алкоголь и все, что с этим связано. В большем преломлении к более, наверное, неприятному, в общем-то, кому как, женскому алкоголизму. Мы знаем, что женщины, в общем-то, будем говорить своими словами, быстрее подвержены к такому состоянию, как, в общем-то, спиться. Делают они это в основном слабо алкогольными напитками. Не секрет, что реклама очень сильно к этому подталкивает. Напомню, что спонсор нашего показа «Медихронал» похмелье, как рукой снимая, житей у радость повертая. У нас в студии гостя Валентина Склерова. Здравствуйте, Валентина, снова рад вас видеть. Скажите, вот это действительно проблема, что женский алкоголизм, особенно подростковый, сейчас действительно поднимает голову и имеет место? В связи с тем, что в суспільстве давно есть вопрос, что народ есть. И женские не исключены. Конечно, женщина, которая видит человека, легко выпившего, или выпившего доброго, который приходит домой из работы после получения зарплаты, она на это реагирует по-разному. Можно плакать, можно нервовать, можно кричать, но можно и вместе с ним. Это самый лучший момент, когда на это обратят внимание и дети. Питание подлиткового алкоголизма в нашей стране достаточно актуально. Украина является на первом месте в Европе по подлитковому алкоголизму. Врахуйте, что век подлитков – это век до 18-ти лет. И кроме того, что пьют и хлопцы, подлитки, а разом с ними алкогольные напои вживают и девчата. Не секрет, что массивная реклама по телебачению слабоалкогольных напоев, в том числе и пива, хотя оно имеет вместо алкоголя от 8 до 12%. Врахуйте, пожалуйста, что протягом вечеринки на дискотеке подлитки могут выпить от 2 до 4 фляшек пива. Или пока деньги не закончатся. Так, но в переводе на горилку это от 100 до 200 грамм горилки. Вы же прекрасно знаете, что девчата, подлитки в будущем – это мамы. И в нашей стране есть национальная программа збережения репродуктивного здоровья населення. Поэтому, в первую очередь, мы говорим, что не можно пить алкоголь женщинам, а тем более девчаткам в веке от 16 до 18 лет. Из них в будущем вырастают мами, от которых мы ждем здоровье потомство, здоровых детей, и в будущем нации, и развитие нашей Украины. Без здорового населення и без здоровой мамы мы не будем иметь здоровых детей. Девчатки, которые начинают принимать алкоголь в 16-18 лет, очень быстро мают до него привлекания. А как алкоголь впливает на разумную деятельность, на память, на интеллект, мы видим это по нашему населенню. Вы же бачите, что количество высококвалификованных специалистов в нашей стране, с годом в год она увеличивается. Но люди так же, когда вживают алкоголь, то их способность к работе, к учению, к работе, к работе, к работе уменьшается. Поэтому подлитки и вообще женщины и алкоголь не совместны. Валентина, при планируемой беременности, есть ли смысл, скажем, какой-то отрезок времени вообще отказаться от спиртных напитков женщине и какой это должен быть срок? Згідно всех рекомендаций щодо планирования вагітностей, женщине и мужу, которые вместе с ней планируют здоровую дитину, варто відмовиться не только от алкоголя, но и от чуть-чуть напаления, и от неконтролированного вживания медикаментов, и от стрессовых ситуаций в терміні від шести до чотирьох тижнів. Тобто, если пациентка планует до зачаття дитини в липні, то ей в кращеному випадку посередині травня уже треба планувати седовую дитину. В том числе и с использованием препаратов, которые есть в рекомендациях ВОЗ для планирования здоровой дитины. Спасибо. Актрисы, представители творческой богемы, я их называю правополушарные люди, у них развитие правополушария. Как они, источные вдохновения, можно им там перед выходом на сцену? Кожен має свій поштовх до різних думок. Хтось має певну кількість алкоголю, хтось має позитивний заряд від сім'ї, хтось має спорт, хтось має відпочинок. Якщо людина має обмеження, і вона не має до більше отримати задоволення від життя, і має тільки алкоголь, це є обмежена людина. Согласен. Спасибо. Телезвителям ми хочемо пожелати честности я, ось этот промежуток між тяжелой работой і сном заполняти не только алкоголем. Валентина сказала, що есть другие радости. Крепкого вам здоровья. Будьте здорові.